Пинчане Шансы, что один из сильнейших противников может уступить, были. Все-таки команды провели между собой 10 игр, в которых пинчане побеждали три раза. Волна выиграла еще один матч, но он не был засчитан. Гости же одолевали белосиних всего дважды. Серьезный настрой постоять за себя у подопечных Сергея Шульжика был и на этот раз. Тут такой же, как и царит в каждой команде на чемпионате мира. То есть, даже последний тур показал, что тот же Слоним просто дал настоящий бой. И там, в принципе, даже я бы сказал, что там был ничейный результат. Поэтому, если мы будем относиться в каждой игре так, как на чемпионате мира люди относятся, то есть, никто никому не хочет уступать, невзирая на какие ранги, тогда может произойти все, что угодно. На поле пинчане держатся до последнего и долго не дают энергетику поразить сетку волны. Гости чувствовали себя очень уверенно, игру вели жестко и отличались быстротой, что доставило немало хлопот обороне белосиних. Как потом будет подсчитано, пинчане нанесли 21 удар поворотом наших спортсменов. И только в двух случаях галкипер волны Антон Куратник не смог справиться с мячом. Первый гол энергетик забивает под занавес первого тайма на 45-й минуте. Пинчане ошибаются в центре поля, гости прорываются по левому флангу и реализуют удачную подачу в штрафную волны. Отличился Евгений Ютчиц. Ютчиц оказался автором и второго мяча. 55-я минута игры опять же под серьезным прессингом гостей. И вновь случается ситуация, которая привела к первому голу. Навес в штрафную, где Ютчиц оказался один, и он легко перехватывает мяч и наказывает пинчан за допущенную ошибку. Неоднократные попытки волны реабилитироваться, увы, были тщетны. Неплохие шансы ответить энергетику представлялись Шакурову, Павловцу, Ровбуту. Для волны в текущем первенстве это была шестая игра на своем поле. Их исход скромен и не радует. Одна победа, две ничьи и вот третье поражение. Пока пинчане застряли на 12-й позиции турнирной таблицы. Актив всего 9 очков. Для сравнения у энергетика их 29. А вот спортсмены волны из Дюшор 3 порадовали. Вышли в финал юношеских состязаний среди команд первой лиги. В двух матчах пинчане с крупным счетом обыграли сверстников из Смолевичей. Финальный матч состоится 2 июля в Минске. Подопечные Виталия Кирилко и Николая Королевича сыграют с командой Орша. Страсти с мячом кипели и в минувшее воскресенье. В этот день был организован небольшой турнир по пляжному футболу, приуроченный ко Дню Молодежи. Проходил он на берегу Пины и участниками состязаний стали 4 команды, состоящие из представителей БРСМ, молодежи, трудящиеся на предприятиях города. Футболисты разыграли 6 матчей и выявили чемпионов. Сильнее всех стала команда «Горгаз». Также в призовую тройку вошла сборная пинского предприятия «Савушкин продукт». Она на втором месте. И третья за рабочей молодежью из спортивного коллектива «Юниор». Призеры получили грамоты и медали от пинской городской организации БРСМ. Все хотели занять первое место. Особенно это было видно, когда вроде команда все проигрывала. А потом, когда люди вытаскивались, еще там 5-2. И это было просто для них вау. Особенно, когда была команда «Юниор». Они, скажем, первый раз участвовали в турнире. И для них занять третье место, это было очень престижно. И вот ребята сказали, только за Витя, мы только за. Еще одним спортивным мероприятием, приуроченным ко дню молодежи, стал открытый турнир по силовым видам спорта «Крылья Полесья». Проводился он в Пинске уже второй раз. И кроме местных спортсменов, собрал желающих помириться силой из Бреста, Дрогичина, Лунинца, Речицы, Калинковичей и Мозыря. Свою мощь участники, всего их было более трех десятков, демонстрировали прямо на сцене городского центра культуры и творчества. Главный снаряд спортсменов – это штанга. Ее поднимали в упражнениях. Классический жим лежа, становая тяга и народный жим в трех номинациях. Юноши до 21 года, девушки и открытая категория. В перерыве между упражнениями силачей свои соревнования провели и представительницы фитнеса. Лучшие грациозные участницы были отмечены грамотами и благодарностями. Награды ждали и победители штангистов. Среди них семеро пинчан, в том числе Роман Хромцов и Гнат Дмещук. Среди гостей турнира не было равных атлету из Мозыря Сергею Колосовскому. Он не только одержал победу в упражнении «Жим штанги лежа», но и установил свой личный рекорд. Атлет, веся 93 килограмма, осилил снаряд в 192,5 килограмма. Также Мозырянин установил личный рекорд и в становой тяге. Поднял 270 килограммов. В будущем организаторы планируют привлекать к пинским соревнованиям больше спортсменов и сделать «Крылья Полесья» ежегодным традиционным турниром. Еще больше спортивных событий вы узнаете в следующий вторник. Смотрите «Спортэфир» на телеканале «Пинск». Скоро увидимся! «Спортэфир» на телеканале «Пинск»